Последние штрихи. Скульптор Николай Бунин заканчивает глиняный бюст героя Советского Союза. Памятник Константину Благодарову год назад заказала администрация Ленинского района. Открыть монумент должны в преддверии Дня Победы. Человек душой красив. Он не только красив, в нем где-то действительно человек защищает свою Родину. И зная, что он идет в последний бой, может быть. Николай признается, в эту работу вложил всю душу. Памятник должен понравиться и властям, и родственникам героя. Бюджет ограниченный. Всего 750 тысяч рублей. За эти деньги нужно было и спроектировать, и купить материал. На эти же средства придется и отливать памятник. Чтобы сэкономить, решили пойти на хитрость. Бюст делают не из гранита, а из мраморной крошки и цемента. Так дешевле и надежнее. Простоит лет 200, уверяет скульптор. Это фронтовой первый командир Двина. Каким он парнем был, она помнит отлично, несмотря на возраст. Жене героя войны Вере Федоровне Благодаровой 90 лет. А вот дочь Галины Благодарова об отце помнит мало. Он погиб, когда ей было 6. Галина Константиновна активно помогала при создании памятника. В мастерской бывала не раз. Контролировала работу. Должно подрастающее поколение помнить, и кто им эту жизнь предоставил, так сказать. Я считаю, что правильно. Потому что у нас несколько обиды осталось. Мы в Прибалтике жили, и до 1994 года мы были там. Но когда началось вот это, что мы оккупанты и семьи, и все, мы это на себе очень почувствовали. Пока здесь только один камень, но уже 8 мая установят памятник. Он будет не первым посвященным герою Советского Союза Константину Благодарову. В 90-е годы вандалы распилили бронзовый бюст, установленный на Воскресенском кладбище, и сдали его на металлолом. Анастасия Усова, Олег Буланов, Новости Телеобъектив. Субтитры создавал DimaTorzok